Минута в минуту. Радио Болтком. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. Слушайте программу Очевидец во вторник в 11 утра. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас необычный гость. И сразу хочется его поблагодарить за то, что он ради нашей темы, в общем-то, не спит, не ест и очень волнуется. Потому что находится он от нас очень далеко, за океаном, в городе Нью-Йорке. И зовут его Ефим Шаббат. Добрый день, Ефим. Привет, привет, Риля. Ефим – это мой коллега. Знаем мы друг друга больше 30 лет, наверное, 35 уже. И, наверное, это человек, который вообще открыл в Латвии такую профессию, как пиарщик. Потому что в тот момент, когда он начал заниматься связями с общественностью, такого понятия вообще еще в стране не было. Это был поздний Советский Союз. А пиарщиком он стал при человеке, который тоже имел сосоюзную известность. Его звали Альберт Каус. И он был председателем знаменитого колхоза «Миллионера Адаши». Ну, город Адаши, ну, вернее, не город, населенный пункт Адаши нам хорошо известен. Сейчас он стал, наверное, популярным местом жительства для многих режимов, которые уехали в эти окрестности. Кроме того, он стал популярным местом для базы НАТО. То есть с разных сторон имеет славу. Но мы сейчас вернемся на несколько лет назад и вспомним о том, как эта слава создавалась, как создавался бренд человека по имени Альберт Каус. Итак, о жизни колхозников и академиков. Ефим, расскажи, пожалуйста, во-первых, для начала, как ты вообще дошел до жизни такой? И почему вот эта профессия помощника, председателя колхоза по связям с общественностью вдруг понадобилась Альберту Каусу? Значит, очень коротко путь в агрофирму Адаши выглядел следующим образом. Я закончил ответственность в госуниверситет журналистику. После этого поработал немного в студенческом клубе университета. Затем я перешел в отдел пропаганды и агитации замечательной газеты «Риггесбал» с нашей вечерки. И оттуда я уехал на учебу двухлетнего Москвы, высшую комсомольскую школу ПИЦК в ЛКСМ. Это группа журналистов. Требования были очень такие простые. Надо было иметь высшее образование и надо иметь партийный билет, что я имел. После двух лет учебы, во время которой я очень активно публиковался в «Комсомольской правде». Очень много публикаций. Я был в отделе «Комсомольской жизни». Тогда главным редактором отдела был Юртеев, Виктор Юртеев. Я очень тесно общался с Юрой Гейко, отделом культуры «Комсомольской правды». Он там еще удивлялся, каким образом я умею писать, передавиться. А я их не умел, просто по наитию писал в «Комсомолке». Короче, это было необходимое условие моего существования в Москве, потому что нужно было кормить семью. Были гонорары, естественно. И после окончания я поступил в распоряжение ЦК ЛКСМ Латвии. Я помню свой разговор, это, по-моему, был Богомолов. Он сказал, ну, чувак, что с тобой делать? Ну, придется тебя брать в отдел, так сказать, пропаганды ЦК «Комсомол». Но явно было видно, что он не очень этого хотел, потому что такой фамилия не очень благозвучный «Шабат». Это как-то не очень смотрелось в Национальной Республике в то время. И была такая пауза. И вдруг меня находит Марис Форст. Тоже известный парень такой в Латвии. Он работал в софтверхаузе. И он к этому... Как мы с ним знакомы. Я был начальником штаба трудового семестра всего Латвийского госуниверситета, а он был замсектором комитета комсомола Латвийского госуниверситета. То есть я был как бы под ним. Он меня курировал. И мы с ним хорошо ладили. И вот он что-то меня каким-то образом нашел. Сам нашел. Говорит, не хочешь пойти в колхоз? Говорит, ты что, обалдел? Какой колхоз? Говорит, ты не понимаешь. Это колхоз, миллионер там. Давай встретимся, поговорим. Хорошо, встретились, поговорили. Стало интересно, потому что появился... Первая возможность появилась работать самостоятельно. Задача была поставлена сделать образ Альберта Эвнестовича Кауса на всесоюзной арене. Потому что в Латвии-то его знали, а на всесоюзной арене его еще не знали. И привлекательным было то, что я был полностью самостоятельным. То есть я подчинялся лично Каусу. Я работал только на Каусу. Это было очень важно. То есть любые идеи, любые инициативы я обсуждал с ним, получал добро. И после этого это было, так сказать, отливалось совершенно четкий план действий. И мы реализовывали нашу программу. И вот так я оказался, в конце концов, в агрофирме Адржи, помощником председателя по связи с общественностью, очень важно. Потому что по внешним связям как раз был зампредседатель, это другая должность. Зампредседатель, это был как раз Морис Форст, который занимался экономической деятельностью внешне, так скажем. Вот так я оказался в агрофирме Адржи. А подожди, скажи, пожалуйста, как Форст оказался в агрофирме Адржи и почему у него возникла идея привлечь тебя? То есть он знал твои какие-то великие таланты в организации? Он меня наблюдал в университете года три. И, собственно говоря, за эти три года я, как начальник штаба того семестра, ну, скажем, был большой мой вклад, в том числе вклад моего близкого друга Гунтеса Индриксону, известного в Латвии, как владельца СКОНТа и так далее, который был комиссаром студенческого строительного отряда Латвийского госунистета, в то, что мы стали победителями соцсоревнования за пятилетку. То есть мы обогнали РПИ, то есть чисто строительный, как бы, такой ВУЗ обогнал гуманитарный ВУЗ. Это было очень сильно, это было очень хорошо. Он, так сказать, знал, естественно, о нашей огромной акции в университетской олимпийской вахте ССО, олимпийская вахта студенческого строительного отряда Латвийского госунистета, которая прозвучала тоже на весь Советский Союз. Это когда мы одномоментно в один день выявили 30 отрядов, то есть тысячи человек, на спортивные сооружения Латвии, на субботник, и за работные деньги мы перечислили заводу РАФ, приобрели РАФик автобусик, который мы подарили Московской Олимпиаде. Ефим, сейчас нас слушают, наверное, не только такие люди, бывалые, как ты и я, но и молодые, более молодые люди. Им вот все, что ты говоришь, это как китайская грамота. Какая-то трудовая вахта, какие-то студенческие строительные отряды. Ну, все же знают, молодое поколение, что Советский Союз – это была система принудительного бесплатного труда. А тут вы какие-то деньги заработали, да еще их хватило на целый микроавтобус. Вот объясни мне, пожалуйста, и объясни для радиослушателей, что это было такое, каким образом студенческие строительные отряды все-таки зарабатывали деньги, и каким образом этих заработанных денег от тысячи человек хватило на целый микроавтобус? Ну, смотрите, очень просто. В советское время каждый вуз имел такую институцию, как студенческий строительный отряд. Это отряд, который в течение двух месяцев, обычно это июль-август, сейчас я не помню по поводу июня, студенты формировались в отряде совершенно добровольно, причем реально добровольно, с целью заработать денег. Скажем, в нашем случае в отрядский госуниверситет мы работали на строительстве свинарников, на строительстве школ, каких-то не очень серьезных зданий в качестве подсобной рабочей силы. То есть не бесконечная подсобная рабочая сила? Вот такая подсобная рабочая сила, то есть максимум, на что нас хватало, это в принципе залить бетонные какие-то основания, это мы могли опалубку выставить и залить. Вот скажем, конечно, что-то связанное с кранами, с механизмами, которые требовали особых правил соблюдения правил технической безопасности. Мы, конечно, туда не совались, потому что это было опасно, и было связано с необходимостью проходить курсы, а на это время мы уже не было. И это было действительно большое поспорить для студентов. У Латвийского университета у нас было тысячи человек, это 30 отрядов по 30 человек, чуть больше. Был замечательный отряд Чичако. Вот Боря Целевич, известный вам, и Игорь Пименов, и Сяня Шибраис, с Визмата, вот они были бойцами отряда Чичако, прекрасно их помню. Они работали на Камчатке. Вот наш отряд работал на Кабардино-Балкарии, и не считая вот огромного количества тысячи человек, 30 отрядов, там где-то 32, 30 в отряде было в Латвии. Как получилось? Подожди секунду, подожди секунду, ты вот упомянул про Камчатку. Да. То есть это что, было выгодно посылать из Риги на Камчатку нам 30 человек, оплачивать им билеты и использовать их подсобный труд вот в таком отдаленном районе, или это был какой-то способ хитрого туризма? Нет, 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 вопрос понял. Нет, это был действительно выгодный экономический проект для тех, кто имел счастье, например, получить такой отряд, как Чичако, потому что это отряд уже не, скажем там, журналистов, филологов, юристов, а это отряд математиков, толковых ребят, скажем так, особо толковых, вот, которые, я думаю, я не помню, чем они там занимались, но они делали хорошую добавочную стоимость тем фирмам, с которыми они заключали договор на лето, это точно я говорю. И учитывая стоимость билета, чтобы было понятно, значит, когда, допустим, в Москву билет стоил, туда и обратно, сейчас скажу, где-то 15 рублей, что-то такое, да, но на Камчатке скажу, что... Врешь, врешь, врешь. Билет на поезд стоил 15 рублей в купе в одном направлении, то есть, значит, плацкарт стоил в одном направлении 12 рублей, значит, соответственно, туда и обратно, плацкартам, 24 рубля все-таки. Подожди, сейчас, секундочку. Мы говорим о 78-79 годах. Да. 78-79 годах. Может, я что-то вру, но, короче, мне кажется, что долететь до Камчатки, туда и обратно могло стоить где-то 70 рублей. Вот я так, что-то у меня так в голове остается. Это с удовольствием работодачи платил. И ребята привозили оттуда. Ну, зарплата тогда, минималка была аж типа 120 рублей. Да, 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 да. И ребята оттуда привозили денежки где-то в пределах, мне кажется, 400-500 рублей. Но это уже у Бори Целевича, Пименова, Игоря спросить, они точно скажут, они это помнят. Хорошо. Так к чему я говорю? Так как бы заработал этот трафик? Очень просто. Значит, отряд 30 человек работал день на спортивном сооружении. Значит, ему нужно было заработать 300 рублей. То есть, грубо говоря, человеку надо было заработать за день 10 рублей. Ну, вполне так, да. 30 умножаем на, так сказать, на 300, получается 9 тысяч там с копейками и так далее. Вот это рак. Все очень просто. Мы это красиво сделали. Так, куда-то у нас пропал наш герой. И мы сейчас, может быть, будем ждать, когда он ответит. Хочу, может быть, пояснить для наших радиослушателей историю, как мы с Ефимом познакомились. Я работала в газете «Советская Латвия» в отделе сельского хозяйства. И, соответственно, вот все эти колхозы и создавающиеся в то время агрофирмы, поскольку их, собственно говоря, реорганизация была обусловлена многопрофильным характером работы этих уже теперь не колхозов, а фактически действительно агрофирмом. Почему? Потому что колхозы имели право заниматься различными видами деятельности, не только сельскохозяйственной, но и, например, что многие делали тогда колхозы, создавали у себя перерабатывающие предприятия, такие как консервные линии, значит, вино они вырабатывали, они пиво производили. Отсюда мы знаем такие марки, как там «Лач Присус». Пиво, оно в одноименном колхозе вырабатывалось. И, соответственно, колхоз Ада же, например, имел, помимо основного хозяйственного производства, и звероферму, и пекарню, и множество разных других видов деятельности, которые, собственно говоря, и обусловливали его преобразование из простого колхоза в агрофирму. Я пока, Ефим, ты выключился на секунду. А я тебя вижу уже, вот вижу. Да, вот и мы тебя уже теперь видим. Мы можем продолжать разговор о том, как студенты Латвийского университета купили микроавтобус «Раф» и отправили его для обслушивания Олимпиады 1980 года в Москве. И вот этот подвиг запомнил твой товарищ Марис Форс, и он тебя пригласил в команду Альберта Кауса для того, чтобы вывести его, так сказать, на всесоюзные просторы. А для чего это нужно было Альберту Каусу? И вообще, что это был за человек? Мы знаем, ну, может быть, молодое поколение тоже уже не знает этого имени, а такие люди, как мы с тобой, очень хорошо помнят его. Ну, фактически это был, наверное, ну, один из наиболее уважаемых людей в стране, наиболее известных, наряду с другими председателями колхозов и агропирм, таких как Узвара, таких как Друва в Салдузском районе, Узвара в Бауском районе, значит, таких как Лачплисис, это в Огорском районе, таких, Накотное, значит, это был Гелговский район. И это, можно так сказать, были, их иногда называли красными баронами, но, разумеется, ничего от баронства в них не было, потому что они, собственно говоря, были люди, которые были заточены вот именно на достижение результата для своего коллектива, а не для себя лично. Но вот эта личная известность, личное реноме, оно позволяло открывать какие-то двери и добиваться того, что не могли добиться люди с меньшей известностью. Вот так я могу объяснить эту причину, почему Альберту Каусу нужно было получить вот этот контент и эту известность. Ну, в общем-то, да, потому что Каус по натуре, он был очень независимый человек, который на каждый вопрос, собственно говоря, имел свое мнение. Я не могу сказать, что он был, скажем, специалистом глубоким в животноводстве, или там в зерноводстве, скажем, да, в растениеводстве, но, в принципе, он окружал себя людьми, которые были бесконечно ему преданы, и специалистами, реально специалистами. Он над ними несколько потрунивал, потому что для него они были узкими специалистами, но специалистами. Он был такой парень, скажем так, который сверху смотрел и очень далеко глядел вперед в плане возможностей развития агрофирмы Адыжи. Я приведу такой забавный пример. Мы как-то в кабинете сидят его замы, это штук четыре, значит, и шла речь о, так сказать, информации, которую мы разместили в нашей газете Адыжу Ритме, Ритме Адыжи. То есть у колхоза была своя газета? У колхоза была своя газета, мы ее печатали в 500 экземплярах на обоих языках, занимался лично я этим делом. Ну и шеф внимательно следил за всем содержанием газеты. И я, значит, бросаю такую фразу. Текст этой «Шэйта чусэйш юсу спецэциалисты» у меня парбавдии той информацией. Ответ. Курту редзи спецэциалистус. Шэйта чусэйш ауны. Вайне бедри. Перевод нужен, нет? Значит, они так слегка как бы улыбаются, но это был его стиль. Еще он мог сказать помощнику по юровопросам, такой был молодой парень, я забыла, как его зовут, юрист из ЛГУ, когда он пытался ему что-то возразить по части юридической формулировки, каосу, каосу ему бросает. «Мутный цвет, он будет аэкша». Все. Нормально? Закрой рот и иди обратно в будку свою. Да-да-да. Закрой пасть и залезай в будку. Но сама идея такая, что он это немножко, конечно, делал так иронично. То есть это не самоуправство, не какое-то... Нет-нет. Это как бы ирония, такой стиль разговора немножко шутливый, но все понимали, что он шутит. Это нереально он человека считает собакой своей, а просто подтрунивает. Но просто такой стиль был. И, в принципе, вот если он решил, бесполезно. Вот просто бесполезно ходить еще с аргументами какими-то. Хорошо. Вот ты говоришь, он что-то решил, и бесполезно его переупреждать. Но скажи, вот это основывалось просто на самодурстве каком-то, или он действительно был прозорлив и, ну, как бы видел лучше дальше, чем другие. И поэтому на этом основывалась его уверенность. Людмила Марина, я бы сказал таким образом, отчасти так и отчасти иначе. То есть иногда это доходило слегка до самодурства, но не принципиального. То есть когда мы спорили с ним, когда он со мной спорил по тексту русского письма, там, допустим, в какую-то инстанцию в Москве, и шеф вот так по-русски пишет, вообще-то так пишет, деловая переписка. Какой-то там запрос, прошение. Вот. Он настаивал на своем. Это не меняло сути дела, но он побеждал как бы, да? То есть он слегка как бы боролся со мной, филологом, в русском языке. Но это было приятно. Вот такие вещи интересные были. Ну, слушай, хорошо, вот ты с Форсом поговорил, и он говорит, давай приходи в колхоз. А что такое вообще было колхоз в твоем понимании тогда? И насколько то, что ты увидел реальность, с чем ты столкнулся, противоречило твоему изначальному пониманию? Или, в общем-то, картинка какая была, такая и осталась? Значит, ну, я понятия не имел, что такое колхоз. Я пришел с Форсом в кабинет Каусу, это была наша первая встреча. Увидел очень симпатичного мужика. Такого, знаешь, я бы сказал, вот если бы не колхозник, он бы мог быть спокойно первым секторем. Ну, артиста, может быть, нет, но, скажем, первым секторем горкома партии, секторем ЦК партии, да? То есть очень ухоженный, интересный мужчина, который говорит по делу, формулирует то, что ему надо, и внимательно слушает мой ответ. То есть я не ожидал увидеть представителем колхоза вот именно такого человека. Из этого началось мое знакомство. То есть мне выделили, ну, с агрофирмы Аддажи, тогда еще не была агрофирма Адажи, был еще колхоз Адажи. Мне выделили рабочий стол в методическом кабинете с двумя пожилыми тетушками, одна из которых была типа замско-партийной организацией, что-то такое. Ну, такие тетушки, такие реально деревенские. Вот они, конечно, обалдели. Таких пацанов не сажали в главном здании агрофирмы Адажи, то есть там кабинетов было не так много. Вот, и то, что рабочее место на одном этаже с председателем, так сказать, это что-то для них означало. Ну, а, так сказать, это такие внешние вещи. А вот внутренние такие субстантивные, что называется, первое, конечно, это была зарплата. Я просто обалдел. Чтобы было понятно, после ВКШ мне светила должность какого-то инструктора ЦК комсомола, там, в отделе пропаганды, агитации, зарплаты 160 рублей плюс какая-то прогрессивка. Мне это было важно, у меня двое детей уже было, малых. Вот. Мне положили зарплату в 250 рублей плюс 100 рублей премия. 350, внимание, чистыми. Потому что колхозники подоходный налог с зарплатой не платили вообще. Через три месяца у меня была зарплата 350 плюс премия. Короче, я уже получал 500 рублей. Чтобы было понятно, 500 рублей – это зарплата полковника Советской Ромии, это зарплата профессора любого вуза. 1-й райкома партии в городе Рики, 6 районов было, я получал 320 рублей. Доцент, остепененный со степенью университета, получил 320. То есть я, пацан, получал 500 рублей. Это было сильно. Вот. И, значит, я... Подожди, сколько секретарь горкома партии получал? 350? Секретарь райкома партии, райкома, не горкома, получал 320 рублей. Вот точно знаю. Но он получал какие-то там премии, но оклад был 320 рублей. Но он платил... Я тебе скажу, я тебе скажу. Наш главный редактор, главный... Советская Латвия? ...казеты на русском языке, да, в стране, Советская Латвия получал 350 рублей. Но у него была... Это 350 был оклад, а у него 13% изымали и зарплаты. Проходный налог, все-таки. Вот. Значит, у него был водитель, у него была машина, но это было компенсировано довольно быстро для меня, потому что в агрофирме Адежи работала программа, что если тебе нужна по долгу службы, значит, машина служебная, ты получал суду вот эти 5 или 6 тысяч рублей, покупал машину, и каждый месяц тебе как бы списывали 250 рублей. Что ты используешь свою личную машину в служебных целях. То есть я через союз журналистов купил машину и прошел по этой программе. То есть, собственно, я... То есть мне колхоз подарил машину под названием «Жигули». Это было тоже интересно. Значит, сам колхоз имел книжечку на страницах где-то 15 с описанием льгот для членов колхоза. Значит, на тот момент, когда я пришел, было около 5 тысяч работников колхоза. Значит, там было расписано подетально, сколько что получает дополнительно мать двух детей, трех детей, какое питание, какие добавочные выплаты и так далее. Мне-то эту книжечку вообще, библиографическую редкость, можно заполучить? Просто интересно почитать. Я уверен, что да, это будет увлекательное зрелище, вообще чтение, да? Потому что это действительно, это было уникум. Вот реально уникум. Потом я начал знакомиться с, так сказать, с хозяйством, чтобы понимать, о чем рассказывать в Москве. Значит, я увидел вот это подсобное хозяйство под Мекки. Там находилась линия Белони, итальянская линия Белони по производству полетельных мешков. Это был дикий крик, дикая мода и так далее. Тогда еще ни у кого такого не было. Значит, они даже закупили эту линию и успешно... То есть каждый мешок означал реальные деньги, потому что был дефицит в стране, в Советском Союзе. То есть ты мог нарисовать какой-то логотип на нем. Этим воспользовались, кстати, вот наши друзья, которые, ну, партнеры, через которых мы заказывали рекламу, оплачивая ее рублями, а Советский Союз оплачивал ее валютой. То есть они потом у нас печатали мешки. Идет вещь конкретно о ГКС, это Государственный комитет по экономическому сотрудничеству в Москве, и там была замечательная контора в ее составе «Сельхозпромэкспорт». И вот этот «Сельхозпромэкспорт» нам за рубли печатал в Финляндии наши огромные календари, плакаты на каждый год. Вот это был один из первых моих таких, так сказать, одна из первых таких побед, которые меня сильно продвинули, потому что эти плакаты, их просто рвали на части. В том плане, что не сам плакат рвали на части, а просто был такой дефицит, он был настолько красивый, ну, в Финляндии печать, да, можешь себе представить, вот, что это шеф, когда отправлялся там в райком партии, там в ЦК и так далее, он брал свои плакаты, и народ просто пищал. Ну, просто ребята увидели, что я, сидя в Риге, могу отпечатать где-то там в Финляндии что-то. Это было сильно. Вот. Я увидел доподники, я увидел звероферму, я увидел этот знаменитый комплекс бриллианты, значит, крупного рогатого скота, подойки молока, подсобное хозяйство, связанное с производством кофе цикория, чипсов, в этих, значит, как называется, в птичьих этих комплексах коптили замечательных куриц, которых она... Я думаю, что я их... Копченые куры. Да, да, да. Я их сотни наперевозил в Москву, как эти, как называются эти, шкурки, песца и норки. Это был обязательно, так сказать, комплект при поездке в Москву. То есть режим был такой, что я, по сути, две недели... То есть ты там коррумпировал таким образом? Да, да, конечно, конечно. Конечно, это было как бы принято, что вообще, ну, подарок от колхоза. Вот. То есть я из месяца работы, я где-то две недели я проводил в Москве. То есть сейчас мы как бы переходим к главной задаче, да, то есть каковы как бы были итоги всего этого дела через буквально через год. У нас гнивал и ночевал Стас Бенчаров, или Слава, или Станислав, сельский час. Это было важно. У нас на базе уже агрофирмы Ададжи... Чельский час, это была программа центрального телевидения, которая выходила, можно сказать, по воскресеньям, по-моему, в 15 часов. Это было такое время для семьи, и вот прямо приоритетно выпускали эту передачу в дневное время, когда вся семья дома только что позавтракали, занимаются какими-то своими делами, и вот им рассказывали о успехах сельского хозяйства и таких замечательных колхозов, как Ададжи. Точно. Вот. На базе агрофирмы Ададжи провел научно-практическую конференцию журнал «Коммунист». Это вообще было топ. Это... Это уже всесоюзный журнал. Это да, это просто была огромная победа и так далее, каоса, потому что люди были, так сказать, в зале Дома культуры, был организован перевод русский, латышский, там какие-то гости приезжали еще из границы, насколько я помню, да. у нас были... То есть она была международная научно-практическая? Да, да, да. У нас был зам главного редактора «Известия». Я забыл, вот я не помню, кто ли был Галебьевский, то ли был кто-то другой, но вот первый зам главного редактора «Известия». Значит, вторая тема, очень интересная была «Институт почетных членов агрофирмы Ададжи». Кто у нас был почетным членом агрофирмы Ададжи? Это такие ребята, как Раймонд Пауз, Янис Петерс, народный поэт Украины Иван Драч. Значит, сейчас Пауз Драч, кто-то еще был, сейчас не помню, но мысль такая, что это вручалось какой-то памятный знак и, что немаловажно, по тому времени 500 рублей премия. То есть стать почетным колхозом агрофирмы Ададжи это было реально интересно. Значит, жизнь как бы в общем-то очень протекала динамично, потому что было очень много гостей. Значит, комсомольская, правда, комсомольская жизнь журнальчик приезжал. То есть мы стали реально на слуху. Реально на слуху и в республике уже как какая-то институция, не просто как агрофирма Ададжи, а реально кипела какая-то такая жизнь, что у нас что-то всегда происходит. Вот. Это я прекрасно помню, это было очень здорово. То есть мой рабочий день мог состоять вообще в 9 начал и где-то в 6 утра закончил, потому что в 6 утра мы заканчиваем в кабинете у председателя Кауса, где он решил там, допустим, пообщаться и споить очередного гостя, показать, как это делается в Латвии. Вот. То есть это было тоже интересное зрелище. Ну, что было забавно, у нас, я вот говорил об этой, о кадровой политике Кауса. Вот представьте себе у нас, кто у нас был, трудился. У нас трудился Янис Абултанович, покойный. Это министр экономики Латвии и последний министр экономики Латвийской СССР и первый министр экономики Латвии уже независимый. У нас трудился Юрий Сканнелс, которого мы знаем как ректора Рижского транспорта университета. Потом он был Юрий Сканнелс. У нас трудился Петер Ислава, который был проректором университета по научной работе. У нас трудился Гарик Лучанский, так сказать, которого поставить особо не надо, который также очень сильно двинул развитие агрофирмы, потому что каос, он, скажем так, он решал политический вопрос, а реальным ключиком к реализации практической это был для него конечно Григорий Манулыч, который до сих пор здравствует, иногда встречаешь с ним. Это была, конечно, новая эпоха в агрофирме, когда она получила право занятия внешнеэкономической деятельностью отдельной строкой. Ефим, я так понимаю, что мы только начали с тобой подступаться вот к этой теме выхода агрофирмы АДЖИ на промышленную базу, на то, что это предприятие стало буквально всесоюзным лидером, и не только всесоюзным, но и, наверное, одним из первых вышло вообще как самостоятельный субъект на международный рынок. И я так чувствую, что нам надо с тобой еще раз встретиться и вот эту тему уже более подробно обсудить. А сейчас время нашей программы подходит к концу. Сегодня мы рассказывали радиослушателям о жизни колхоза АДЖИ, который, может быть, сейчас уже мало кто помнит, но который, собственно, создал то место на карте Латвии, которое сейчас все знают, и которое, собственно, расцвело и обстроилось, приобрело свой вид во многом и сейчас сохранившийся благодаря деятельности замечательного человека, замечательного латвийского хозяйственника Альберта Кауса, впоследствии депутата Съезда народных депутатов СССР и так далее, члена президентского совета, то есть человека, который, ну, буквально вознесся на вершины государственной власти Советского Союза и который действительно по заслугам получил и это признание, и этот авторитет, а помог ему во многом наш сегодняшний собеседник Ефим Шаббат. Спасибо, Ефим, еще раз за то, что ты в ночи в своем Нью-Йорке разговариваешь с нами, я надеюсь, что ты будешь сладко спать и вспоминать вот годы своей молодости, которые действительно были отмечены очень интересными делами, большими достижениями, встречами с уникальными, замечательными людьми, и давай договоримся, что не на следующей неделе, а через неделю, мы продолжим этот разговор и расскажем радиослушателям о том, как господин Каус стал академиком и пасхнил, как он вошел в президентский совет, как он здоровался с Михаилом Горбачевым и о других многих интересных вещах, которые ты помнишь и готов нам поведать. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе за возможность это сделать. Спасибо. Сегодня в программе очевидец был Ехим Шаббат. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии и Родион Золотарев. И до встречи с вами через неделю. А через неделю мы будем говорить с Татьяной Фаск о Юре Сеподнеевсе. Всего доброго. До встречи через неделю. Всего доброго, Юлия. Спасибо. Пока-пока, Ехим. Спасибо.